Музыка Как вы оказались в этом городе, в Северске? Ну, мне помогу, госсовет сюда. Ну, все это, вы до этого в Артемовске были? Проживала я в Артемовске в ужасных условиях, и там без воды, вообще воды не было, чтобы искупать детей или постирать, не нужно было воду покупать. Нам посоветовали обратиться в ворсовет города Северска, мы приехали, нам дали вот это вот жилье. Но тут не получается у нас с документами, и нам придется опять возвращаться. А почему? Сейчас же все делается через миграционную службу, и в миграционной службе я не могу получить документы, потому что нет хозяев в этой квартире. То есть, а вы когда переезжали, вы эти нюансы не были знакомы с ним? Ну, я тоже на тот момент такого не было. Была просто довидка переселенцев, вот, которую, как я получила в Артемовске. А сейчас теперь, сейчас только через миграционную службу. А вы вообще в Горловке жили? Да, я сама в Горловке. А как там ситуация? Почему вы решили выехать? Башу бомбят. Вот сегодня буквально разбомбили поселок Черемушки у нас. А давно вы выехали? Я выехала еще в августе. Сначала в Артемовск, потом в Северск? Ну да, в Северск мы приехали в декабре месяце. А сколько детей? Трое. Трое, да. Да, я сама их воспитываю. А соцвыплаты все вы оформили на Артемовск, получается? Да, все я, получается, оформила на Артемовск. Довидка переселенцев у меня с Артемовска. И там я привязываю к этому городу. И теперь вы возвращаетесь? Да, теперь я сняла квартиру через риэлтора. Вы переезжаете обратно в Артемовск. А здесь вы уже как-то обжились? Да, я здесь подключила отопление, сделала газ, сделала воду на кухне, получается, и в туалете. Резетки все поменяла, распломбировала газ полностью. Все обустроили, все вымыли. Ну, и закупили бытовую технику. Да, бытовую технику. Спасибо чешским ребятам, которые помогли все это приобрести. А как вообще, со школы приняли нормально? Нет. Настороженно детей принимают. Вот старший ребенок у меня очень с травмированной психикой. И сегодня пришел с истерикой. Перед этим приходил с истерикой. Я ходила в школу, разговаривала с учительницей. Дети не хотят воспринимать его, не хотят с ним дружить. А сколько лет детям вашим? Семь лет и восемь лет. Первый, второй класс. И годик одному, да? Пять месяцев, шесть месяцев. Понятно. Это со стороны детей агрессия какая-то? Ну, плохо, наверное, да. И вот учительница сегодня его два урока продержала стоя. А это методы такие воспитания? Ну, наверное, методы такие воспитания. Вот ребенок у меня отказывается идти в школу завтра. Это тот, у которого давление повышается? Там ребенка, наверное, проблема со здоровьем, в связи с обстрелами. У него, у маленького ребенка повышается давление. Хватает сердце, прыгает давление. Сердце болит, да, прыгает давление. Это после обстрела началось, да? Да, вот два раза подграды попали. И после этого, вот, последствия. Еще в Гурловке. Да, это в Гурловке было. А у вас там дом остался хоть? Конечно. А слава богу, да, пока стоит целый.